Продолжение следует... Если вдруг я тороплюсь или какие-то вещи, которые считаю совершенно очевидными, не проговариваю, не стесняйтесь, спрашивайте. Для меня это тоже такой первый опыт видео-лекции, видео-общения, поэтому я буду рада вашим вопросам. Так, Светлана, вы что-то на латинице написали. Итак, наша информационная компания «Секреты успеха». Я понимаю, что мы не сможем охватить сегодня все, поэтому мы затронем какие-то ключевые вещи. В общем, это будет темой для наших следующих вебинаров, темой для наших следующих разговоров. Если мы поймем, что какая-то тема, которой мы удивили недостаточно внимания, находит какой-то живой отклик в сердцах, то мы тут же сделаем вебинар конкретно по этой теме. А сегодня я хочу рассказать вам, в принципе, об информационных компаниях, о секретах успеха, которые для себя открыли перспективы и консу лучшие друзья за годы работы. Ни для кого не секрет, что пиар в НКО – одна из самых важных вещей, помимо фандрайзинга, и что фандрайзинг, в принципе, немыслим без грамотного пиара, потому что вы можете делать великолепные вещи, очень нужные, замечательные, но если вы об этом не рассказываете, если вы об этом не рассказываете какому-то широкому кругу людей, это все остается между вами, между сотрудниками НКО, и поэтому пиар – это в целом рассказ о вашей деятельности, рассказ громкий, так, чтобы его слышали все. Материалы вебинара отправить на почту. Вы имеете в виду Александра Презентация, я правильно понимаю? Здравствуйте, Елена. Да, если вы посчитаете, что он вам пригодится, то, конечно, отправим, нет никаких проблем. Лично для меня это скорее какие-то рэперные точки для рассказа. Я не знаю, насколько он пригодится именно вам. Надеюсь, что пригодится. Итак, пиар в НКО отличается от пиара в бизнесе прежде всего тем, что мы продвигаем не товар и не организацию, а мы продвигаем наши идеи, мы продвигаем наши дела и наши ценности, наш главный капитал. Именно поэтому, да, если… Именно поэтому репутация для НКО – одна из самых важных вещей. И рассказ об этой репутации, поддержание ее – это ключевая вещь, потому что если товар вдруг оказался некачественным, его можно отозвать, извиниться, сделать подарки тем, кто пострадал и купил, с репутацией такое дело не пройдет. Это нужно поддерживать постоянно. Постоянно надо быть на связи. Но при этом мы все понимаем, что НКО имеют ограниченные ресурсы, в отличие от бизнеса, ну, хотя бы в силу материального обеспечения. Но я сегодня хочу вам рассказать не о недостатках каких-то коммуникационных ограниченных ресурсов, а наоборот о возможностях НКО, которые мы в перспективе и в ЛД, в лучших друзьях, постоянно используем и делаем с вами плюсами, а не минусами. Так, мы и проговорили, да, основная вещь, что если у вас нет грамотного пиара, фандрайзинг будет не таким успешным далеко. Хотя бы потому, что люди вам должны доверять, прежде чем принести деньги, и сказать, да, я хочу помогать, я хочу, чтобы участвовать в этой истории, я хочу быть частью ее. Итак, начать надо с того, да, начать надо с общих вещей каких-то. Нам надо сказать, что любая информационная компания, какую бы вы ни выбрали, это общая история, должна быть понятной. Даже если вы просто встречаетесь с человеком, вы понимаете, да, что сложно рассказывать о своей деятельности, человеку станет скучно, и он просто не сможет вас слушать. Поэтому любая информация о вашей деятельности, она должна быть понятной, без огромного количества диагнозов, да, как это часто бывает, когда рассказывают про какую-то успешную историю ребенка, и вроде стараются рассказать хорошую вещь, но перегружают деталями и подробностями тяжелыми, и история становится неинтересной. Итак, говорить о своей деятельности НКО понятно. Сейчас неважно, да, какая информационная компания. Объясняйте, почему то, что делает ваше НКО, это лучшее, что можно предпринять. Объясняйте, что ваше решение проблемы лучшее, почему оно лучшее. Да, хотя бы потому, что вокруг очень много НКО. Я думаю, и в регионах также, а уж в Москве тем более, да, что, допустим, фондов, которые занимаются, ну, к примеру, проблемы онкологии детской, очень много. Почему надо помогать именно этому фонду, каждый раз надо объяснять заново. Точно так же здесь, почему надо помогать именно вашей организации. Людмила, да, мы обсуждали уже это, можно, конечно, сделать. Да, простите, сбилась. Итак, объясняйте, что ваше решение проблемы лучшее, почему человек должен выбрать именно ваше НКО для того, чтобы его поддерживать. Найдите свои плюсы. Игорь, Александр Курбанов говорит, что у нас что-то произошло, и у нас не слышно. Все в порядке, Александр, да? Да. Все в порядке? Да. Итак, мы говорим, отлично. А для того, чтобы объяснить, почему ваше решение лучшее, делайте акцент на ваших основных отличиях от других НКО. Объясняйте, почему именно вы, эксперты, да, в данной области, будьте этими экспертами, будьте готовы ответить на все вопросы, предположите, да, для того, чтобы, если вдруг есть такая проблема, сядьте и выпишите на листок себе, в чем вы интересны, как эксперт. Вот лично вы, в чем вы разбираетесь, в какой сфере деятельности, какой, правда, НКО. И постарайтесь подумать, как бы вы об этом рассказали, не журналисту, не по телевидению, а маме, соседке, тете Тане, какому-то студенту, да, человеку, который совершенно далек от ваших проблем, совершенно не включен в ситуацию и в то же время является вашим хорошим слушателем, хорошим другом. Вряд ли вы, когда будете объяснять такому человеку, писать ему или говорить ему, вряд ли вы будете употреблять конструкции серии вследствия, вряд ли вы будете употреблять выражение серии детский церебральный паралич, вы скажете просто у человека ДЦП, да. Вы расскажете просто о своей деятельности и, понятно, сможете объяснить, в чем ваше отличие и при этом будете выглядеть экспертом. Переходим к самим информационным компаниям. Что такое информационная компания в принципе? Это какой-то ряд материалов, которые вы хотите представить широкому кругу людей для того, чтобы добиться самых разных целей. Цели могут быть собрать денег, цели могут быть довести до человека информацию, познакомить его с проблемой, в принципе, да, объяснить, что такая проблема существует. Это тоже информационная компания. Но для того, чтобы это стало именно компанией, нужны ряд действий по разным фронтам, одновременный, возможно, ряд действий. Прежде чем вы их начнете делать, вы должны задать себе вопрос, зачем в принципе мне нужна информационная компания, чего я хочу добиться. Это кажется очень простым вопросом, но на самом деле, когда приходят эксперты, допустим, из агентства, это первый вопрос, который они задают, что вы хотите добиться. Денег? Тогда это одна форма взаимодействия с обществом. Вы хотите просвещение? Это другая форма. Вы хотите познакомить людей в принципе с собой, да, с своей организацией, с своей деятельностью. Это третья история. Когда вы точно будете знать свои цели, вы должны задать себе следующий вопрос. Кто моя целевая аудитория? Чаще всего и проще всего здесь ответить, да все. Это неправильный подход, потому что рассказать всем обо всех, вы, вот даже когда я перечисляла, да, что вы будете договаривать с мамой, с соседкой, или там со студентом, или с депутатом, вы каждый раз будете все равно выбирать разные примеры, вы все равно будете выбирать разные формы подачи, будете делать акценты на разных вещах. Расскажите о том, какие вы молодцы, где-то вы расскажете о том, какие ваши подотечные молодцы, где-то вы расскажете о своих достижениях, цифрах и фактах. Поэтому выбор целевой аудитории – это ключевой момент. Я остановлюсь на этом подробнее, на примере, когда я буду рассказывать, как мы выбирали целевую аудиторию в своих информационных компаниях. Я прошу прощения, у меня немного прихватывает горло, поэтому я иногда буду кличку по-прямому разговору. Итак, как только вы определились с целевой аудиторией, к примеру, что это, если мы говорим, ну вот сейчас у нас идет речь об информационной компании универсального дизайна, лично мы в перспективе сейчас пытаемся разработать эту историю, и пытаемся понять вообще, а можем ли мы на себя взвалить такую большую информационную компанию, учитывая, что у нас идет уже три, сейчас параллельно. Мы должны понять в универсальном дизайне, когда мы говорим о дизайне среды и вещей, который удобен всем, кому мы должны об этом рассказывать? Архитектором и дизайнером? Или нам все-таки стоит сначала, в принципе, познакомить людей, широкую общественность, с понятием универсального дизайна? И как только мы понимаем, что да, люди не знают о том, что такое универсальный дизайн, наша целевая аудитория определяется, что это мы пока не останавливаемся на какой-то четкой градации, что это мужчины 25-45+, или там женщины, мы просто понимаем, что это горожане, когда мы говорим о городе Москве, что это не школьники, что это средний возраст, и в том числе студенты, люди, которые, в принципе, знакомы с понятием доступной среды, и поэтому мы можем с ними говорить и об универсальном дизайне. Итак, как только мы определились с целевой аудиторией, мы должны понять, какие инструменты мы должны и какие мы можем использовать для того, чтобы рассказать о своей проблеме или о своих решениях. Инструменты могут быть самые разные для рассказа. Это может быть наружная реклама, это может быть видеоролик, это может быть в интернете, да, посты, но чаще всего это сразу 2-3 фронта. К примеру, если это видеоролик, то, разумеется, самый главный, интересный кадр можно с него взять и сделать наружную рекламу. Если у нас есть наружная реклама, мы спокойно понимаем, что мы можем привязать к этому мероприятие, а раз мы можем привязать к этому мероприятие, то мы можем сделать печатное. Здравствуйте, Лице 13, Людмила. Итак, у нас, я говорила о том, что когда мы проводим мероприятие, очень правильно сделать к ним какую-то печатную продукцию из серии буклетов или значков. То есть начинает возникать цепочка. Но для начала мы должны решить, что будет у нас ключевым инструментом. И решаем мы это в зависимости от целей и в зависимости от бюджета. Бюджет – больной вопрос, это все понимают. Но для НКО есть возможность с минимальными затратами создать очень грамотную информационную компанию, потому что у нас есть те возможности, которых нет у бизнеса. И на самом деле бизнес очень часто завидует НКО, потому что, ну это на самом деле так, провести огромную компанию, которая стоит десятки, а то и, может быть, сотни тысяч долларов, возможно, с самым минимальным бюджетом, потому что есть возможности, данные нам законодательства. Так, поговорим об этом подробнее. Как наш опыт? Только в этом году. Так как я руководитель пиар-отдела всего год, я буду говорить, прежде всего, о своем опыте. Но также я знаю об опыте в прошлом, и я тоже о нем расскажу. Итак, в этом году мы запустили информационную компанию «Помогай побеждать». Она пока только набирает свои обороты. Она готовилась с нами три месяца. Это не значит, что мы целых три месяца каждый день сидели и ломали голову. Просто это был процесс поиска героев, процесс проголосований, поэтому это длилось немало. Для того, чтобы запустить информационную компанию, надо действительно хорошо подготовиться. Также информационной компанией у нас была... Было наш пиар-продвижение международного киноспециалиста «Кино без барьеров». Да, это не было какой-то гипермасштабной деятельностью на всей России. Но Москву, я расскажу, как. ...обороты, она вот совершенно-совершенно только началась. Информационная компания наших юристов «Стоп-дискриминация». Плохо слышно, Александра? Все отлично. Все хорошо, да? Итак, информационная компания «Стоп-дискриминация». На все на это мы затратили какое-то минимальное количество денег, несмотря на то, что мы были, к примеру, на всех федеральных каналах с нашим «Кино без барьеров», практически на всех. Компанию «Стоп-дискриминация» и «Помогай побеждать» я сейчас расскажу, на что именно мы потратили деньги и как нам удалось избежать лишних затрат и больших затрат, в принципе. Итак, «Помогай побеждать». Наверное, сначала я вот когда... Наверное, сначала я должна вам показать эту информационную компанию, потому что, возможно, не все были на нашем сайте, не все с ней знакомы. Я потом вернусь. Итак, наша информационная компания «Помогай побеждать» была идея показать усилие, успешных молодых ребят, которые, несмотря на инвалидность, смогли добиться каких-то серьезных вещей. Вот Сережа Денисов получил диплом. Это наш Саша Келькевич, один из, в принципе, немногих слабослышащих скрипачей, очень интересный мальчик. Вот мы выбирали героев. Дальше наши ребята-спортсмены и наша Джанет Базарова. Я думаю, что так или иначе все про нее слышали. Итак, вот они основные картинки, над которыми мы работали, и которые сейчас размещены по Москве, и есть на сайтах, и есть у наших партнеров вот эти вот, как их назвать, эти работы. Но прежде всего, это, конечно, общегородское распространение. Для того, чтобы они появились по Москве в большом количестве, нами были проведены следующие действия. Сначала мы сели и задали себе вопрос, зачем нам, в принципе, нужна информационная компания. И мы поняли, что нам хочется мотивировать людей помогать в перспективе, помогать. И когда мы поняли, что цель будет фандрайзинговая, мы поняли, что выбор героев будет наиболее простой. Лучше всего люди реагируют на детей и животных. Конечно, на взрослых людей тоже можно, если правильно, видео подвисает относительно озвучки. Конечно, со взрослыми тоже можно работать, и нужно работать, бесспорно. Но если вы хотите получить достаточно быстрые результаты, у вас небольшие ресурсы, дети и животные – это то, на что лучше всего люди реагируют. Поэтому мы выбрали детей. Поэтому мы поняли, что наша информационная компания будет создана в рамках либо лидерской программы нашей, либо отдела образования. Мы задали себе вопрос. Если мы хотим добиться помощи, чтобы люди начали перечислять деньги и больше помогали в перспективе, нам надо выбрать инструменты. Снимать ролик у нас не было денег. То есть мы подумали о том, что мы можем снять ролик или отрисовать его, заказать специалистам. Но эта история не самая дешевая. И мы пошли другим путем. Мы выбрали героев, ребят, которые действительно не побоялись. То есть у нас было 20 претендентов, мы обзвонили всех, узнали, кто в городе. Это было еще и лето, это была отдельная проблема. Узнали, кто в городе, узнали, кто готов сниматься, кто готов участвовать в компании. Обзвонили этих ребят. Нашли фотографа-волонтера на определенное число. Нашли школу и спортзал, где мы могли это снимать. Поговорили с дизайнером, который потом взялся делать эти снимки, как лучше это снимать. И два дня потратили на съемку. По деньгам нам это не стоило практически ничего, потому что и фотограф был волонтером. Это был наш давний друг нашей организации. Александр, вот вам предлагают перезагрузить. Или можно открыть трансляцию видео, чтобы лучше слышать звук. Да, вы можете действительно. Если я вам потом пришлю презентацию, можете действительно сейчас отключить видео, и будет лучше слышно. А потом снова включите. Все зависит от вашей скорости интернета. Итак, мы продолжаем. Мы нашли площадку, где мы это снимали. Мы договорились с фотографом об идее. Мы понимали, что для того, чтобы люди захотели жертвовать в рамках и введенник, мы должны показать какие-то успешные примеры. Идея... ...подробности. У них у каждого есть своя история успехов, взлетов и падений. Мы выбрали каждому роль. Да? То есть Джанет у нас стала девицей. Сережа у нас стал успешным учеником. Бесспорно, это совпадает с тем, что происходит в их жизни. Просто это не сводится все к тому. Мы поговорили с ними, какую роль им было бы интереснее играть. Мы поговорили с дизайнером, и за два дня провели всю съемку. Не сразу все получилось. То есть очень многое из того, что мы задумали, было сложно реализовать, потому что ребята с инвалидностью – это не актеры. И надо понимать, что фотограф должен быть хороший, который сможет поймать кадр, который сможет настроить человека, который... То есть надо понимать, что то, что мы за два дня все отсняли, это была удача. Это может длиться и неделю, к этому надо быть готовым. Надо, чтобы был к этому готов герой, надо, чтобы к этому был готов фотограф. Возможно, стоит пригласить двоих-троих волонтеров. Даже если у вас нет хороших знакомых фотографов-волонтеров, съемочный день фотографа стоит не очень дорого, и найти, ну, условно, да, 3-4 тысячи, попросить его сделать скидку, я думаю, что более реально, чем снимать ролик за 150-200 тысяч, этих денег обычно нет. Это такая обыденная история. Итак, после того, как у нас появились эти снимки, нам понадобился хороший дизайнер, который смог их обработать, смог грамотно расположить в кадре, смог выбрать те снимки, которые действительно, а снимков было очень много, те снимки, которые действительно будут соответствовать нашей цели и идее. Нам оставалось придумать слоган, да, «Помогай побеждать». У нас было порядка 20 вариантов. Мы сидели, мы устроили просто мозговой штурм. Как может называться наша информационная компания, не в рабочем варианте, а так, чтобы это нашло отклик, так, чтобы люди сразу же понимали наш месседж, сразу же понимали, почему ребятам с инвалидностью нужна помощь. И посыл был простой. Ребята с инвалидностью могут многое. Дайте им такую возможность. Помогите им победить. Они сделают все сами. Просто создайте им условия. После того, как у нас прошел отбор снимков, у нас была достаточно долгая работа с дизайнером. Мы порядка двух-трех недель занимались отбором, занимались ретышью. Он присылал нам, не нравилось. Мы просили переделать. Причем далеко не всегда. Это проблемы, да, тоже. Далеко не всегда мы точно знаем, что не нравится. Мы просто видим и понимаем, что это не работает. А сформулировать, что именно не устраивает, тяжело. Поэтому хорошо бы иметь дизайнера, человека, с которым вы говорите на одном языке, который будет понимать, что не так. И я вам сразу говорю, когда вы смотрите на идею, на работу дизайнера, очень важно, чтобы не было многоходовок. Очень важно, чтобы месседж, информацию считывалось сразу, чтобы не надо было додумывать. А это вот мы имели в виду, что он... А, да, точно. Нет, это не будет работать. Посыл должен быть абсолютно прямой, абсолютно всем понятный и абсолютно точно дающий представление о том, что человек должен сделать, чтобы... То есть человек должен, который видит вашу картинку, должен тут же понять, в чем проблема. У него не должно возникнуть сомнений. И тут же понять, что он может сделать, чтобы эта проблема решилась. Никаких многоходовок, что он додумает, догадается. Еще что-то будет не должно. Но это не будет работать. Итак, я еще раз покажу для тех, кто не видел нашу историю. Вот с Сережей Денисовым есть еще один вариант. Я его сюда не поместила, но он есть у нас на сайте. Где Сережа сидит с красным дипломом. Это вертикальный и горизонтальный формат для вертикальных билбордов и сити-форматов. С Сашей Фелькевичем тоже есть горизонтальная история. С Сашей Фелькевичем, вот обратите внимание, у нас возникла следующая проблема. С колярской истории очевидная, инвалидная. Не зрячими людьми, в общем-то, тоже, да, визуально можно понять, это не всегда тоже просто, со слабослышащими тяжело. Как объяснить визуально на картинке, что у ребенка особенности слуха? Его слуховой аппарат был не виден, поэтому мы попросили дизайнера сделать вот этот вот проводок в ухо поярче. Поэтому он у нас был челесный, мы его сделали сначала зеленым, потом мы его сделали синим. из того разнообразия, которое мы хотели. А мы хотели показать, что абсолютно любая инвалидность не помеха к победе, да, а не только если человек на коляске, вот как, к примеру, Дженет, или как, к примеру, наши спортсмены. Кстати, с этой фотографией, с спортивной было больше всего проблем, потому что это динамика, это движение, и выбрать такую фотку, где было видно, что ребятам интересно играть, что они все задействованы, что они могут заниматься спортом, а это неочевидная история для очень многих людей. Надо было постараться, поэтому вот на эту фотку было убито, наверное, полдня минимум. Но, тем не менее, мы считаем, что вот этот кадр наиболее удачный, из тех, что вышло, в нем есть движение, в нем есть динамика, в нем нет грусти, и это важно, да, что нет какой-то печальной истории, мы очень точно, совершенно точно не хотели заниматься какими-то токсичными посылами, да, что посмотрите, вот как жалко, нам нужна помощь. Мы хотели, наоборот, показать историю успеха. И я вас призываю не делать акцент на то, что называется токсичной благотворительностью. Не заставляйте людей вздрагивать и жалеть. Это далеко не всегда работает, и если это и сработает, это очень быстро вызовет отторжение. Это должно быть какой-то уникальной, эксклюзивной историей, которой крайне редко можно пользоваться. Лучше делать акцент на русле, ну, всех. Вот Джанет, да. Мы думали, с кем ее сделать, художником, певицей, артисткой, и подумали, что это самая очевидная история. Руки дизайнер добавил уже на постпродакшене, то есть их не было. Мы просто сняли ее на сцене, и дизайнер уже докрутил эту историю. Что у нас дальше? Возвращаемся. Итак, как был сделан отбор снимков, мы переходим к самой сути. Мы обратились. В Москве есть комитет общественных связей, и в Москве есть департамент рекламы и СМИ. Я специально позвонила в регионы и уточнила, есть ли у них такие департаменты. И выяснилось, что это каждый раз индивидуальная история, потому что специальных департаментов чаще всего нет. Есть люди, администрация либо губернатора, либо мэрии, которые занимаются распределением. Допустим, тот регион, где я дозвонила, с распределением уличных билбордов занимается отдел архитектуры. Как это ни странно, почему-то билборды принадлежат ему именно они и еще одному бизнес-играфу. Почему-то именно они отвечают. Но суть все равно одна. Для того, чтобы получить бесплатное распространение, а по закону любое СМИ, любые городские баннеры и любая городская наружная реклама обязаны предоставлять под соцрекламу определенное количество площадей. Давить, конечно, прийти к ним и сказать, вы нам должны, это не сработает, потому что НКУ много, и часто люди делают заявки, но очень часто им отказывают. По двум причинам. Первое, потому что люди неправильно мотивируют. Зачем вам это нужно? Они достаточно обосновывают для чиновников и бизнесменов, почему надо выбрать именно их. И, во-вторых, они обращаются не к тем людям. То есть, пишут, к примеру, письма напрямую на имя губернатора. Что делает губернатор, получая запрос на распространение видеоролика или на распространение наружной рекламы? У нас он называется, департамент называется, департамент рекламы СМИ, и ему помогает комитет общественных связей. По сути, как он называется, дело нет. Департамент рекламы и СМИ и комитет общественных связей при правительстве города Москвы. Но, не важно, как он называется, вам надо понять функции. Совсем грубо. Для того, чтобы ваша реклама была признана социальной и была распространена по городу, нужно понимать, что спонсоров на ней должно быть минимально. К примеру, я сейчас точно скажу, по-моему, 7% от площади не более должны занимать спонсоры внизу на наружной рекламе. И, по-моему, секунду в видеоролике, не больше, для того, чтобы это считалось социальной рекламой. Секундочку, я сейчас скажу, точнее. В радиопрограммах продолжительность упоминания спонсоров не может превышать 3 секунды. В телепрограммах тоже 3 секунды. Не более 7% площади кадра должно заниматься, не более 5% рекламного пространства на наружной рекламе. Так, а можно эти нормативы, которые высылались, в рассылку кинуть? Мне кажется, вам достаточно посмотреть законодательство о рекламе 2011 года. Этот закон нужно знать, потому что именно он дает возможность НКО распространять информацию о себе совершенно бесплатно. Если совсем грубо, телеканалы, газеты, радиостанции обязаны часть рекламы, небольшую часть, делать социальной, им на это юридически, да, по крайней мере, де юре, выделяются квоты. Де-факто этих квот, бывает, не выделяется. Но если у вас хорошие отношения, если вы не придете и, грубо говоря, не с ноги будете эти двери открывать, скорее всего, вам пойдут навстречу. Может быть, с первого раза не получится. Мы добивались этого не один год, но мы нашли свой путь, как попасть на федеральные каналы. Сейчас я о нем расскажу, да. Мы его давайте попробуем адаптировать под регионы. Итак, я пытаюсь рассказать, что вам нужно. Неважно, как это называется, код в Комитет общественных связей, департамент рекламы, СМИ, вам нужна бумага о том, что ваша реклама или ваш ролик является социальной рекламой. В Москве такую бумагу дает код Комитет общественных связей. В регионах такую бумагу может никто не дать. Просто потому, что нет экспертов, для того, чтобы посмотреть, какая это социальная реклама. Поэтому ваша задача это грамотно расписать сопроводительную письму. Грамотно, без какого-то давления сослаться на этот закон. Грамотно объяснить, что по этому закону у вас упоминание о спонсорах или 5% рекламной площади. Например, да, если вообще возникнет такой вопрос. А у нас возникли вопросы, потому что Русс Аутдор, который обычно нам дает часть площадей по городу, он сказал, а мы не будем распространять билборды с информацией, отправить смс со словом «Инва». Мы не будем такой обстоять, это коммерческая история. Мы проконсультировались с юристами, мы прислали им справку о том, что мы имеем право, что это не коммерческое. Мы прислали им справку от Комитета общественных связей, и да, мы получили эти площади. Но это было не так, что вы нам зря не даете, да, вот мы такие-то такие, вот мы все делаем правильно. Это было сделано просто подружески. Мы звонили, мы объясняли, мы писали, мы слали письма, снова и снова обосновывали, объяснили и говорили, и добились. То же самое вам стоит приготовиться к тому, что вряд ли будут люди рады, что вы хотите занять их рекламные площади. Вам стоит приготовиться к тому, что они попробуют этому, если не противиться, то, по крайней мере, не с энтузиазмом этого воспринимать. Будьте настойчивы, будьте вежливы, будьте настойчивы, будьте дружелюбны. Возможно, даже, да, вот моя предшественница Евгения Стифонова, когда она самый первый раз посылала на канал ТВ3 наш ролик по инклюзивному образованию, она добавила для директора канала милые сувениры из нашей рекламной компании по инклюзивному образованию сачки, футболки, кружки, да, то есть она пошла таким путем, и это сработало. Это не значит, что надо давать каждый раз какую-то взятку-невзятку, но это просто сработало, потому что она написала очень милое письмо, очень доброе, объяснила, чем важна эта компания. Мы сейчас с вами на этом остановимся. Так, значит, эту компанию мы рассмотрели, объяснили. А, вот что мы не сделали. Мы не проговорили про информационное сопровождение этапы. Мы потом к этому вернемся, потому что... Хорошо, давайте я сразу проговорю, наверное, возвращаться мы можем забыть. Нам надо понимать, что как только у нас приняли условный Рус-Аутдор в городе Ульяновске или в городе Самаре, сказал, да, хорошо, я вам дам 10 билбордов по городу и 15 по области. Ирина, будет ли... Да, запись будет отправлена. Да, будет. Условный Рус-Аутдор в Самаре или в Ульяновске даст вам эти площади, да. После того, как он даст, нельзя на этом успокаиваться. Это еще не информационная компания, то, что ваши картинки разместили. Вам надо обязательно сопровождать это информационным обеспечением хотя бы в интернете. Скорее всего, журналистам. Вы можете позвонить и рассказать, да, у вас наверняка есть знакомые журналисты, что у нас началась информационная компания и ее особенности и цели в том-то и в том-то. Если... Это же интересно рассказывать о том, что есть ребята, у которых есть инвалидность и которые являются при этом успешными. Они успешные спортсмены, они успешные, они лучшие ученики в классе. Они... У них у каждого интересная судьба. То есть на каждого ребенка мы написали короткую успешную историю про то, как писать хорошую, успешную историю. Я веду отдельные... Отдельные семинары. И если есть необходимость, могу провести вебинар, как написать правильно успешную историю. Какие... Ну, я сразу могу, да, какие ключевые вещи сказать, что она должна быть короткой. Там должно быть... Ощущение было-стало, да, в чем успех, чтобы мы объяснили. И она должна сопровождаться хорошей фотографией. Но здесь хорошая фотография у нас уже есть. И нам остается только написать успешную историю. И про Сашу Фельдкевича, и про Сережу Кенисова. У них каждая интересная судьба. И эти вещи мы распространяем в СМИ. То есть мы не просто успокоились на том, что по городу висят наши плакаты. Мы рассказываем в сети, в своих социальных сетях. Мы рассказываем об этом с помощью журналистов. Один из наших мальчиков, Саша Фельдкевич, будет героем большой статьи. Мы сейчас ведем переговоры об этом и думаем, как это лучше сделать для нас. Мы даем журналистам понять, что это интересно, что здесь есть о чем рассказать. И тогда журналисты приходят и начинают спрашивать. Если вдруг журналистами договориться не удаются, мы рассказываем об этом сами. У нас есть свои соцсети, а в соцсети это важно. У нас есть сайты. И плюс мы можем всегда договориться, опять-таки по этому же закону о рекламе, по которому не платят НДС, СМИ, которые берут социальную рекламу, мы можем договориться о размешении газеток. Пускай это будут небольшие газеты, пускай это будет маленькая районная газета, пускай это будет большая комсомолка, но вот именно региональная вкладка, там будет наша картинка. Надо вести переговоры, надо писать письма. Формы для написания писем у нас есть. Я не знаю, как можно, вот эти шаблоны документов, которые у нас есть, да? На сайте есть шаблоны документов, мы потом разместим информацию, где их можно взять. Покажи. Что именно? Книжка, чтобы они на сайте. Да, у кого есть вот такая вот книга наша, они есть в конце, вот эти шаблоны документов. Да, у нас на сайте. Да, эта книга доступна у нас на сайте, откуда можно взять шаблоны. Это на самом деле, как проводить эффективные пиар-компании в НКО, может быть, здесь какие-то общие вещи часто проговорены, но она ценна тем, эта книга, что в ней есть пошаговая инструкция, что зачем следует, чего не стоит забывать. Да, как я вот вам начала сейчас рассказывать, как можно скачать книгу, да, книгу можно скачать на сайте, да, она есть, по-моему, в разделе полезная информация, да? Публикация. Публикация. Так вот, книгу можно скачать на сайте, и там действительно есть пошаговая история, что за чем следует. Для того, чтобы провести, как я начала уже объяснять, хорошую рекламную кампанию, вам надо задать себе сначала вопрос, что вы хотите добиться, кто моя целевая аудитория, и только потом начинать действовать. Если вдруг у вас есть потребность сделать не наружную рекламу, а вы хотите именно видеоролик, и у вас есть на это бюджет, или у вас есть волонтер, который может его создать, или есть такая необходимость, есть следующее последовательное действие. Игорь, ты не мог бы запустить наш видеоролик? Мы к нашему кинофестивалю, восьмом кинофестивале «Кино без барьеров» сделали следующий незамысловатый видеоролик. Возможно, вы его тоже видели у нас на слайде. Это вы. Точнее, вот это вы. Окруженные различными барьерами, которые не дают возможности взглянуть на вещи с другого ракурса и ограничивают ваши взгляды на жизнь. А это кинофестиваль «Кино без барьеров». Он позволит увидеть новые горизонты и прикоснуться к особенному кино. «Кино без барьеров». Кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью. С 11 по 14 ноября в кинотеатре «Космос». Вход свободен. Итак, удалось увидеть ролик? А можно вернуть себе? Нет, 3 тысячи. Итак, я не знаю, был ли у вас звук, но мы сделали специальный ролик с субтитрами для того, чтобы он был рассчитан на любую аудиторию. Как видите, ролик незамысловат. То есть это не самая крутая анимация на свете. Но, тем не менее, мы сделали ставку именно на рисованный ролик, потому что мы понимали, да, наша целевая аудитория для данного ролика была самая разнообразная. Мультипликация – то, что обычно люди воспринимают лучше, чем просто документальная съемка. Плюс у нас объективно не было времени, у нас было такое количество идей, как правильно снять ролик о кино без барьеров, но все они были очень и очень сложные, да. Как показать, что это кинофестиваль для всех, а не только для жизни людей с инвалидностью. Как только мы начинаем думать, с кого снимать, единственная очевидная инвалидность – это на коляске, либо человек с ДЦП. Да? Если мы начинаем снимать человека с видимой формой инвалидности, люди тут же начинают воспринимать, что, скорее всего, это и кинофестиваль для людей с инвалидностью. А мы хотели уйти от этого, мы хотели, чтобы люди понимали, что кино без барьеров – это кино для всех, и оно интересно всем. Поэтому мы выбрали не документальную съемку, а анимированную, и выбрали самую простую идею, да, того, что вам не надо сидеть дома, вам стоит взять и пойти в кино. И кино будет необычным, кино будет особенным, но, поверьте, это будет хорошо. Мы специально выбрали смайл, потому что мы очень хотели уйти от идеи тягости. То есть первоначально идея была какая этого ролика, я поделюсь, что вот человек, образ человека, который прикован к скале цепочкой, цепью, да, и вдруг он начинает пытаться рвать эту цепь и взлетает, как икар, да, это было бы очень сильно, это хорошо бы согласовывалось с нашим логотипом летящий икар «Кино без барьеров», но мы поняли, что это будет тяжело, что люди идут в кино отдохнуть. Они не хотят, чтобы им рассказывали о том, как трудно кому-то приходится. Они не хотят, чтобы их учили. Они не хотят, как вот сейчас у нас иногда присылают регионы, нам свои афиши эхо-кинофестиваля «Кино без барьеров», и там придите на кино, которое заставит вас задуматься, и мы пишем в ответ, что ребята, да никто не идет в кино, чтобы задуматься, люди идут в кино, чтобы отдохнуть, не надо никого учить, люди этого не любят. Будьте читателями, а не писателями, как я всегда говорю. Когда вы продумываете какую-то идею, встаньте на позиции аудитории. Вы захотите идти в кино, чтобы вас чему-то там учили? Да ну, вот вряд ли. Ну, вот это вот крайне маленькая аудитория, которая жаждет, ищет, размыскивает и идет. А для того, чтобы привлечь большую аудиторию, надо показать, что это легко и хорошо. Такова была идея. Нам его отрисовали буквально за три дня. Этот ролик, это, конечно, была эксклюзивная история, но удалось, мы работали с хорошими подрядчиками. И как только у нас появился этот ролик, мы тут же, первое, что мы сделали, попросили убрать, сделать нам вторую форму, откуда мы убрали с 11 по 14 ноября кинотеатр Косло, чтобы мы могли в следующий раз использовать этот ролик, да, не зря потратить деньги только на один кинофестиваль. Второе, что мы сделали, это, а нет, это мы сделали сразу же, да, формат. Мы понимали, что ролик длиной дольше 30 секунд никто не возьмет. А очень часто каналы говорят, вы знаете, вот у вас ролик на 30 секунд, а у нас есть только, да, мы можем дать контакты подрядчиков по анимации, конечно. Так вот, сбилась, простите. Итак, очень часто каналы, я потом расскажу, да, как мы с ними взаимодействовали, говорят, вы знаете, 30 секунд это долго, у нас нет столько времени, у нас есть 15 секунд. И поэтому мы ролики делаем либо сразу короткими 15 секунд, либо мы делаем их сразу в двух-трех версиях, допустим, 15, 20 и 30 секунд, в зависимости от возможностей, чтобы иметь возможность транслировать везде. И очень здорово, очень здорово, если вы задумаете ролик так, чтобы его аудиодорожку можно взять было без видеосопровождения для радио. Но это уже высший пилотаж, это далеко не всегда возможно. Допустим, для нашего, для наших радиостанций, где у нас крутилось радио «Кино без барьеров», они отдельно сами записывали себе аудиодорожку, потому что взять ее от ролика было не совсем понятно. Это вы, точнее, вот это вы, да, не ясно, о чем речь. Итак, как только у нас появился ролик, короткий, мы тут же начали писать письма. Письма мы пишем так. Я сейчас вам открываю большой секрет, как работает перспектива, как она попадает на федеральные каналы. Все до безобразия просто. Курьеру дается диск и письмо на имя генерального директора НТВ и адрес, где сидит генеральный директор НТВ. Курьер идет на этот адрес, говорит, Здравствуйте, у меня письмо генерального директора. В письме прописано, письмо не должно быть большим, да, вы должны понимать, что больше листа никто читать не будет, это люди очень занятые, им не до кого, тем более генеральному директору НТВ. Мы, и в этом письме описано, что мы, перспектива, мы тут же свои плюсы рассказываем, да, что мы уже 20 лет практически работаем над тем, над включением людей и надлежности во все сферы жизни. И что наш кинофестиваль уже проходит в восьмой раз, да, вот я сейчас рассказываю конкретно письмо, уже проходит в восьмой раз, и что его председателями были и Меньшов, и Митта, в этом году, что это знаменитый Велединский, и что к нам приезжают гости из 20 стран, и что кино без барьеров, это, чем оно важно, да, что оно позволяет показать успешные истории жизни людей с инвалидностью и без. И мы в этом письме просим оказать содействие в распространении этого ролика. Как происходит дальнейшая коммуникация на каждом канале, это по-разному, да, то есть если вы пишете письмо генеральному директору ГТРК, ГТРК у себя в регионе, условно Ивановой Марии Ивановне, да, пишите на ее имя письмо, как я сейчас, да, себе представляю, и параллельно пишите письмо в ваш условный департамент СНИ и реклама для того, чтобы они были в курсе, что вы запросили на ГТРК. Скорее всего, да, если это именно ГТРК, а не какой-нибудь репортер или РЕН-ТВ, или еще какой-то региональный канал, скорее всего с ГТРК возникнут сложности. Вот я специально узнавала, да, возможно, есть смысл писать генеральному директору в Москве ГТРК, прося, упрашивая его, предоставить минуты в региональном обещании. Это абсолютно точно будет более сильным аргументом для регионального ГТРК, но я думаю, что это затянется, да, то есть это будет длиться не одну неделю, пока есть куда идет, пока его посмотрят, пока его рассмотрят. И ролик должен быть действительно интересный для того, чтобы его канал взял, да, мы должны понимать, что они не возьмут того, что, к примеру. Но самое важное здесь обращаться напрямую, без, то есть не губернатору писать, что, пожалуй, предоставьте нам минуты, а писать на сам канал, приходить на это кабельное телевидение, да, условное, с этим письмом, с этим роликом и просить рассмотреть. Рассматривают они долго, да, у нас рассматривали они где-то неделю, даже две какие-то канала, но они обязаны отвечать, по-моему, в двух- или трехнедельный срок, и они отвечают, что да, мы можем распространить, или нет, мы не можем в силу определенных обстоятельств. Если они отвечают, не можем, учитывайте то, что они пишут. Скорее всего, вы не прописали достоинства, да, почему им важно именно ваш ролик показать. Или, возможно, их напугало то, что там слишком много спонсоров, или еще что-то. Учитывайте все это, исправляйте, присылайте снова. Будьте настойчивы. И да, конечно же, пробуйте через официальные инстанции, через... Ищите в администрации МЭИ и губернатора, к кому можно обратиться, кто ваш условный департамент рекламы и СМИ. Итак, по итогам, да, этих писем и звонков наших, наш ролик транслировался на НТВ, на СТС, на, по-моему, в общей сложности шести федеральных каналах. Да, это время не всегда было удачное. Допустим, СТС могли поставить наш ролик в 6 утра, к примеру, и, ну, условно, там в 11 вечера, да, или там в 4 часа дня. Это не прайм-тайм, не стоит рассчитывать на прайм-тайм, но это в любом случае начало сотрудничества. И с СТС мы вообще первый раз работали в этом году. Дальше будет больше, мы это понимаем, что мы создаем свою репутацию, и хорошо, что вообще в целом попали. Дальше ровно такие же письма на имя генерального директора радиостанции, неважно какой, да, «Маяк», «Радиостанция», «Комсомольская правда» или что-то, да, они обычно, они обычно не берут видеоролик, они его могут взять и разместить на сайте, вы можете просить по, как это сказать по-русски, это называется поддержка, вы просите, да, вы просите оказать информационную поддержку и создать социальную рекламу, которая рассказывала бы о вашем условном кино без барьеров, да. Чаще всего их диджей какой-то сам записывает аудиоролик, согласовывает с вами текст, что с 11 по 14 ноября пройдет кинофестиваль «Кино без барьеров», это особенное кино, приглашаем всех, да. Очень здорово такой ролик запустить перед какой-то программой, на которую потом будет приглашен ваш спикер, да, об этом тоже можно договориться, если они вас услышат, если вы готовы интересно рассказывать о событиях, вполне возможно, что вас пригласят. Ну и дополнительный пиар-инструмент, разумеется, мы разместили этот ролик везде, мы договорились об информационном партнерстве с ИА новостями, с милосердием, с другими какими-то порталами, с которыми мы постоянно сотрудничаем. Ну и все у себя, да, конечно же, и у себя. Итак, так мы сделали «Кино без барьеров». Особо дискриминации я уже не успеваю рассказать, да, о нашей разработке сейчас, потому что мне хочется остановиться на нашем прошлом опыте и сделать небольшой разбор кицы. Это опыт не мой, это опыт прошлой команды «Перспективы», но это успешный опыт, и его стоит взять на вооружение. Это опыт «Дети должны учиться вместе». Рекламная кампания 2011-2013 года, она готовилась долго, потому что дело было новое, никто до конца не знал ту самую пошаговую стратегию, которую мы вам сейчас легко рассказываем, это метод проб и ошибок для нас, да. Мы сначала очень долго определяли цели и задачи, то есть мы понимали, что мы должны рассказать об инклюзивном образовании, дети должны учиться вместе, но как это сделать? И был сделан правильный ход, был получен очень здравый совет, что для начала надо провести тестирование аудитории, чтобы понять, а интересно ли вообще тема. Как делается тестирование аудитории? Либо, если вы это проучаете профессионалам, они сами это делают, либо вы можете хотя бы банально опросить своих знакомых на уровне, знакомых, которые включены, не включены в ситуацию НКОшную. Инклюзивное образование. Что это такое? Задать вопрос. Провести можно опрос на сайте, попросить о взаимодействии какого-то СМИ, небольшой интернет-СМИ, которая вам поможет, или какая-то группа ВКонтакте, которая вам поможет провести этот опрос. Вот был задан вопрос. Вообще люди знают, что такое инклюзивное образование? И выяснилось, что из 100 опрошенных 50 не знают. То есть мы поняли, что люди в принципе не знают о том, что такое инклюзивное образование, и поэтому информационную кампанию надо строить на ознакомлении людей с проблемой. После того, как мы поняли, что нужно инклюзивное образование, мы начали в принципе спрашивать людей, как вы относитесь к этой проблеме, что дети должны учиться вместе. Выяснили, что в целом люди положительные относятся, что отторжения нет. Взрослые самого разного возраста, самые разные социального положения, чаще всего согласны, что ребята с инвалидностью не должны быть дома. Что дети с инвалидностью и вес должны учиться вместе. И когда у них спрашивали, а вообще нужно ли об этом говорить, люди чаще всего говорили да. Так было проведено такое тестирование, оно длилось несколько месяцев, это было долго, на самом деле это делается значительно быстрее, это делается за пару недель, просто активно. После того, как мы поняли, что, да, проблемы есть, и о ней надо рассказывать, и о ней надо рассказывать в самых, прям вот от азов, объясняя, что это такое, были выбраны средства коммуникации, самые простые. Мы можем рассказывать о проблеме с помощью ролика. Если есть ролик, то есть и наружная реклама. Если все это есть, мы можем использовать социальные сети интернет, и уж если у нас есть наружная реклама, точно подключатся печатные снии. Мы сможем добиться, чтобы из них она появилась. Итак, так появился ролик, который вы наверняка все видели. Игорь, покажи его, пожалуйста. Я сейчас вам покажу длинную его версию в 30 секунд. Разумеется, напоминаю, да, надо делать 15-секундные, 20-секундные версии, потому что возможности разные по всем. Каждый ребенок уникален, и у каждого свой способ восприятия мира. В этом главный принцип инклюзивного образования. Инклюзивное образование – это возможность любого ребенка получать знания по программе с индивидуальным подходом. Это значит, что ваш ребенок получит равное внимание с учетом его особенностей и возможностей. Выбирая школу для своего ребенка, проверьте, есть ли в ней инклюзивный подход. Дети должны учиться вместе. Итак, как видите, очень важно написать грамотный текст к ролику и выбрать хорошее визуальное сопровождение, которое будет работать на этот текст. Это задача профессионалов. Лучше всего это поручить тем, кто умеет это делать. Мы дадим контакты, если вам нужно. Люди, с которыми мы работаем давно. Это лаборатория социальной рекламы. Люди в теме, люди прекрасно понимают, что нам нужно. Им интересно это делать, и они умеют это делать. Кроме того, мы обнаружили для себя вот с кинофестивалем еще одну команду, которую нам в лаборатории соцрекламы посоветовали. Команда недорогая, и команда профессиональная, очень толковая. У них классные идеи и четкая реализация. Здесь важно выбрать подрядчика. Я не буду сейчас подробно останавливаться на том, что было сначала курицей или яйцой. У нас, я вам сразу скажу, был негативный опыт с сотрудничеством с командой, которая до этого зарекомендовала себя хорошо. Допустим, они требовали, чтобы мы оплатили сначала идеи, а потом они уже начнут придумывать, как реализовать нашу задумку. Мы хотели, наоборот, убедиться, что абсолютно точно у них есть та идея, которая нас устроит, и только тогда уже заключить с ними договор и искать визуализацию нашей идеи. Я не готова сейчас обсуждать, что правильно, просто имейте в виду, что такая проблема может возникнуть. Итак, время у нас уже второй час. Надо заканчивать. Я быстренько пробегусь по разбору этому кейса. Итак, как только был создан ролик, мы помним о хронометаже, что у нас есть 15-секундные короткие и 30-секундные короткие. Мы помним о том, что очень важно грамотное составление письма, что оно должно быть коротким, емким, написано живым языком, где вы бы объясняли то, с чего я начала, почему именно ваше НКО, почему именно вы, почему именно этот ролик важен, акценты на нем прописаны. Четко, внятно, грамотно, так, чтобы было понятно всем, соседки Китани, директору радиостанции. И не забываем про параллельные мероприятия, то есть информационные кампании, это не только то, что вы сумели лбомб родиться на телевидении, или на телевидении, это все-таки не самое главное в жизни. Если у вас есть наружная реклама радиостанции, это уже хорошо, пожалуйста, не думайте, что телевидение единственный способ рассказать. Нет. Не забывайте про параллельные мероприятия, которые будут приурочены к этой информационной кампании. Уроки добра, это может быть что угодно. Мероприятия, где вы сможете использовать дополнительные способы пиара, это значки, это печать баннеров-задников на любом вашем мероприятии с вашим логотипом, и, допустим, дети должны учиться с медикой, с этой узнаваемой картинкой. Это любая печатная продукция. И, конечно же, мы не забываем, после того, как мы провели информационную кампанию, оценку эффективности. Этим тоже должны заниматься люди, которые в этом разбираются, но на самом деле есть просто программы, и мы можем их тоже посоветовать, если вдруг нет возможности посмотреть упоминания в интернете и упоминания вообще в сети и в средствах массовой информации, это информационная кампания. Они должны повысить вашу узнаваемость, а вас должны заговорить об этом. Человек, который проводит оценку эффективности, должен устроить соцопрос, как минимум выйти на улицу и, значит, грубо говоря, на эссереи показывать картинку, сказать, знакомый ли вам этот образ, видельный вывок, что он для вас значит. То есть провести ровно то же тестирование аудитории, которое было до, да, то есть вы показываете условно картинку и спрашиваете, а что вы здесь видите? А устраивает, как бы, чтобы понять, люди понимают ваш месседж или нет. Вот как мы сейчас проводим у нас с универсальным дизайном и стоп-дискриминацией. Мы показываем то, что нам кажется удачным, то, что дизайнер создал для нас, какой логотип. Мы показываем его знакомым, мы показываем его людям, которые не включены в ситуации, спрашиваем, что вы видите. И люди нам говорят, а вот я вижу там то-то-то. И мы понимаем, что непонятно. Понятно нам, непонятно им. И мы снова перерабатываем. Надо быть к этому готовы. Так, коллеги, мы бежим уже вперед паровоза, потому что подзадерживаемся. Все, что я сегодня рассказала, вы можете не использовать, да, можно ничего не предпринимать, но вы должны понимать, что без эффективных информационных компаний ваша узнаваемость и ваша деятельность, она, конечно, останется, но они узнают совсем немного народа. А здорово бы, чтобы о вас знали. Это был Игорь? Вы можете действовать самостоятельно, да, и не использовать те рекомендации, что я сегодня дала. Это ваше право, но я объяснила сегодня те результаты метода проб и ошибок. Можете это использовать. Так что лучше всего, на мой взгляд, работать в команде. И поэтому на сайте есть моя почта. Вы можете писать мне вопросы. Я на них постараюсь оперативно отвечать. Я вам еще раз советую посмотреть вот это вот издание, да. Оно, бесспорно, не идеально, но там есть какие-то пошаговые инструкции, с которых можно начать, да, как проводить пиар-компании эффективные, без серьезных затрат. А я еще раз повторю, у бизнеса нет той возможности, что есть у нас. Бесплатно размещать свои ролики, бесплатно размещать свою наружную рекламу. Здорово, Ксения, да. Бесплатно, что еще можно делать? Бесплатно работать с дизайнерами, бесплатно работать с волонтерами. Все эти возможности у нас есть, а у бизнеса нет. Я уверена, что у вас все получится. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, то вот можно писать сейчас. Мы еще здесь. Также вопросы, если вы сейчас не успеваете, написать можно на мою почту. Есть адрес на сайте залучаевособакоперспективы.inva.ru или на офисную почту. Да, либо на офисную почту мне также перешлют. Я рада, что оказалось полезной. Да, запись будет. Да, да, контакты подрядчиков по анимации сможем дать, да, и запись также будет вебинара. Так, видимо, все вопросы, да? Коллеги, спасибо за внимание. На почту, ну, видимо, да, Игорь. На почту, да? Да, на почту. Да, на почту, все, кто участвует, все, кто зарегистрировался на данный вебинар, получил презентацию. Слушайте, а давайте я задам сейчас вопрос. Нужен ли нам вебинар, возможно, уже в новом году, по написанию успешных историй? Есть ли здесь те, кто не приезжал на наш семинар в Москву и не знает, как грамотно писать успешные истории, зачем они нужны, как с их помощью попадать в СМИ, как с их помощью фондрайзить, Да, я поняла. Как мы поступим? Давайте мы, вы так или иначе с отделом образования, да, ведь все взаимодействуете? Все. Все, да? Надо написать нашим менеджерам о том, что мы нуждаемся в таком вебинаре, и в новом году я его беспокойно проведу. Следите новостями на нашем сайте. Развитие контент-поддержки и деятельности. Я думаю, это больше техническая история, да? Если что, мы можем найти такого эксперта. Да, пишите заявку тогда, да, потому что по контент-поддержке, если я правильно поняла, это все-таки больше техническая история, а не пиар. Все, всем всего доброго, спасибо большое. Еще один вопрос. Еще один вопрос.